Всем привет! Это обзор фильма. Обзор фильма Левиафан. Режиссер, если правильно помню, Андрей Звягинцев. Буквально вчера я его посмотрел. Был под огромным впечатлением от этого фильма. Большое спасибо, в первую очередь, хочу сказать НЗ, подписчику, замечательному человеку, который посоветовал мне этот фильм. Который дал мне ссылку на него, благодаря чему я просто даже не загружаю на комп, его сразу взял и на телеке буквально посмотрел. Два часа этот фильм идет, но это два часа не зря потерянного времени. Вчера сразу после фильма записал обзор, где было больше эмоций и даже меньше слов, по большому счету. Почему? Потому что даже слов не было, все слова были где-то здесь, мысли какие-то роились, думал, матерился. И поэтому обзор какой-то получился не совсем, как мне кажется, правильный. Поэтому я вот решил спустя сутки снова записать обзор на этот фильм. Фильм про жизнь, про российскую действительность, как опять многие скажут. Кто-то скажет либеральная херня. Да, это либеральная херня. Да, после просмотра этого фильма не хочется жить в этой стране. Противно, мерзко, и ты понимаешь, что все это правда. Да, это либеральная херня, но все это правда. Все это правда и наша действительность в нашей стране. И поэтому, понимая, что это либеральная херня, ты все равно понимаешь, что ты вынужден согласиться с либеральной херней. Ты вынужден мириться с этой либеральной херней, которая существует. Это, знаете, как есть такой прием, неприем. Но, в общем, если хотите как-то загубить какую-то теорию, дайте хорошенько высказаться самому оголтелому фанатику этой теории. И он сам погубит все общественное мнение об этой теории, все какое-то хорошее представление. Вот тут то же самое. Либеральной, каким-то, не знаю, пятой колонии, или как хотите называйте, не нужно ничего вдумывать, по большому счету. Стоит только ткнуть носом нас в эту нашу действительность, и мы тут же поймем, с чего мы хотим, а с чего мы не хотим. Не буду сильно спойлерить, как это называется, ну, то есть пересказывать фильм. Так немножко зацеплю, в общем, про мужика. Он живет там, я так понимаю, где-то вот в дальневосточные какие-то края, потому что там море, все эти красивые виды, мало растительности, в смысле деревьев, травы не хватает. Вот. Он живет в своем доме, у него сын, у него жена, насколько ясно по фильму, это его вторая жена, то есть мать его сына, видимо, умерла. И к нему приезжает друг, старый друг из Москвы, адвокат, такой крутой, уверенный в себе человек. Они служили вместе, давние-давние друзья. Приезжают не просто так. Местный там, насколько я понял, мэр. Такой свиноподобный. Не хочу никого обидеть. Этот замечательный актер, на самом деле хороший актер. Он просто отлично сыграл. Отлично сыграл этого персонажа. Какой их, наверное, в жизни вы встречали много. Я не говорю, что все мэры подобные товарищи. Ну, просто, наверное, вы видели таких персонажей в нашей жизни, еще и по телевизору. Ну, в общем, такой крайне неприятный тип. Хочет это, ну, уже отобрал, уже отобрал по суду его дом. Причем на этом месте жили его дед его жил, там, прадед. Ну, в общем, из поколения, из поколения они там живут. У него там кое-какое дело на этом пятаке, где стоит его дом. То есть, вся его жизнь. И вот практически за бесценок, за 640, по-моему, с чем-то тысяч рублей, они хотят забрать весь его земельный участок, снести все к чертям, построить там виллы, коттеджи. И вот этот вот друг его с Москвы, главного героя, друг, адвокат московский, приезжает с папочкой документов, в которых собран якобы компромат на этого мэра, чтобы как-то придвинуть его, придавить. Суд, как и заведено, там уже, видимо, апелляция ни к чему не приводит. Кроме того, они там едут на шашлыки, на природу, с начальником местного ГАИ, которому главный герой постоянно чинили машину. И раскрывается, что его жена, жена вот этого главного героя, Коли, и вот этот его московский друг, лучший друг, в общем, они спят дружно, спят вместе. Ну, все интересно, на самом деле, дальше. Примерно до этих моментов я смотрел и думал, ну, избитый фильм про нашу российскую серую, российскую действительность, беззаконие и тому подобное, ну, не хватало еще, он задушил этот фильм, еще не чувствовал я, что, да, этот фильм достоин, там, отправиться на премию Оскар, достоин еще получения каких-то. Когда фильм закончился, я сидел прямо просто... Даже не то, чтобы в шоке. Может быть, я ожидал, и даже я, наверное, знал, чем он будет дальше и заканчиваться, как он будет продолжаться, но все-таки настолько было вот сильное вот это ощущение. Мы реально как вот страусы, которые живем, засунув голову во что-то, засунув голову во что-то, чтобы ничего не видеть, свои какие-то маленькие проблемки решаем, там, дом, семья, работа, проблемы на работе, проблемы дома, там, еще нужно сделать, выхлопать ковер, нужно, там, не знаю, купить новый диван, еще что-то сделать. И вот когда такой фильм, он показывает тебе, кто-то есть, когда вот на самом деле берут просто зашкварник тебя вот таким фильмом, выдергивают и показывают, что, оказывается, голова-то твоя засунута, что ты как страус на самом деле стоишь и засунул голову в говно, вонючее, жидкое такое, говно с какими-то там, с кровью, с червями, с глистами, и вот в нем, в нем твоя голова. И тычут тебя носом, тычут носом вот этим фильмом. Тебе становится мерзко, противно, за самого себя становится тебе мерзко и противно, что ты живешь тут и засунул свою голову, и пытаешься тихонько-тихонько, пытаешься не задеть огромный черный джип на машине, когда едешь, который подрезает тебя и ездит как попало. Пытаешься человеку с бородой и акцентом ответить более вежливо, чем, может быть, ответил пенсионеру или бабушке какой-нибудь. Пытаешься улыбаться, когда видишь какое-то говно, и когда понимаешь, что, может быть, и бессмысленно там было бы что-то сделать. Я посмотрел фильм «Дурак» недавно, да, он, несмотря на всю свою, как бы, утопичность в какой-то степени, на апатию, он все-таки рождает надежду и задает вопросы. Задает вопросы, а что ты сделал? Или, а кто ты по сравнению с теми людьми, которые есть, которые не согласны так жить? То вот этот фильм, он просто рождает омерзение. Просто рождает омерзение и желание уехать. Желание уехать хоть куда-нибудь, просто к другим людям, в другие страны. И я уже говорю, что другие люди, ну, чем они лучше? Они такие же, как и мы. Ну, даже потому, что они, что ты еще не жил с ними, что ты еще не знаешь, что они такие, и есть маленькая искра надежды, что они не такие же, как вот те люди, про которых этот фильм. Поэтому и хочется уехать. Глядя этот фильм, испытываешь омерзение не только героям и их прототипам в нашей жизни, коих полно. Испытываешь омерзение даже не просто к людям вокруг, которые живут, зная и видя все это, продолжают улыбаться, присмыкаться, ненавидеть. Испытываешь омерзение к самому себе. Как вы знаете, каждый раз, когда ты заключаешь эту сделку с совестью, ну, когда ты знаешь, что человек вот это вот говно, что может быть он последний негодяй, поддонок, урод, а ты, например, жмешь ему руку, или там здороваешься, и думаешь, ну, что, поработишь, что там просто, например, коллеги, или еще что-то, или, ну, что, ну, не плевать же ему сейчас в лицо. Хотя ты-то, вот, и вот ты вступаешь в сделку с совестью. Понимаешь, что вот тебе плевать хочется от этого человека. Тебе хочется сказать, не прикасайся даже к мне и обложить его последними словами. И, видя, вот, посмотрев этот фильм, ты понимаешь, что ты постоянно, постоянно заключаешь сделку с совестью здесь. Постоянно вот это вот происходит вокруг. И каждый из нас может оказаться на месте этого мужика. Каждый, любой. И вот эти вот подруги, вот эти вот друзья семьи, которые, может быть, потом ржут за твоей семьей, за твоей спиной. А сам ты ни разу не ржал над кем-то из своих знакомых и друзей, над его какими-то бедами, над его какими-то промахами, над его какими-то несчастьями, которые готовы донести и все эти различные сотрудники различных служб. Тут это огромная, большая тема, на которую мне не хочется говорить. Ну, просто омерзение от этого фильма появляется. И не к фильму, а к жизни. К жизни в нашей замечательной стране. По фильму, на самом деле, есть еще всякие мелочи. Ну, можно там обсуждать какие-то моменты. Прав-неправ этот мужик. Главный герой. Что там стал спиваться. Ну, там много стал пить. Или вот это поступило или так. Или там, что вот у него жена. Да. И как он с ней и обращался и до, и после. Ну, и вообще вот все вот это. Вполне возможно, да, можно говорить, что ну, лично я вот сказал бы, что я бы нафиг ее даже близко не подпустил там к своему дому после этого. Ну, этого бы и не было. У всех по-разному. У всех по-разному. И это тут даже не имеет значения. Не имеет значения, потому что жизнь могла повернуть его вот так вот и при других обстоятельствах. и даже делание вот в этом мэри, вот в этом ситуации вокруг дома. Да он мог жить в однокомнатной, в вонючей халупе в какой-нибудь. И даже при этом жизнь жизнь вот здесь так могла повернуться с ним в любую секунду, в любой момент. и с каждым из вас. И мы все знаем, что это может произойти. Этот скотный двор, как что называется, на каждом шагу прочитай Оруэлла и поймешь, что мы живем в скотном дворе. Мы как последняя там задыхающаяся лошадь, которая и на пенсии скачет куда-то в надежде там что-то когда-то на зеленый лужок по колено в говне, в грязи, истекая собственной кровью. А эти свиньи, которые сидят и погоняют тебя, ну это из скотного двора, конечно же, никого не хочу обидеть. И противнее всего, что в принципе мы сами выбираем себе такую жизнь. и так думаю, что где-то там в Новой Зеландии живут счастливые люди. Свободные люди. Свободные и другие. Хотя бы потому, что они не такие, как мы. Ничего не хочу сказать, ни к чему не призываю. Просто призываю, посмотрите этот фильм, и сделайте свои выводы. Да, это либеральная хрень. Да, это либеральная хрень про нашу великую, могучую, прекрасную, замечательную страну с шикарными людьми, с лучшими на земле законами и с лучшими людьми, которые служат этим законам. Думаю, кавычки поставите сами. Их можно поставить рядом с каждым словом из всего моего вот этого обзорчика на фильм. А можно не ставить нигде. Такой вот это был обзор фильма Левиафан. Советую, советую всем посмотреть. Меня лично фильм реально впечатлил. Фильм реально впечатлил, и фильм очень, очень глубоко копает тебе в душу. глубоко. Ладно, всем пока, всего хорошего. Посмотрите фильм, фильм этот, вот Левиафан. Это стоит того, стоит тех двух часов вашей жизни.